привет господа пчеловоды я вот подготовил садки для маток сегодня я не буду использовать то что я вам про прошлый раз показывал это в будущем потому что вот важно чтобы вы понимали что нужно делать вот садки которые без дырок которые сегодня 20 у нас уже довольно таки холодно у нас ночью минус 3 днем 56 градусов а сейчас тоже ветер мелкий дождь моросит и я хочу вам показать как же все-таки делать как содержать маток в детском саду что нужно соблюдать потому что там вот эти нюансы которые я буду вам показывать и рассказывать вот они играют очень важную роль для того чтобы вы с этими матками встретились следующем году поэтому я так коротко вам скажу в чем проблемы вот например вот эта семья вы ее помните что она здесь было две содержания матки они хорошо осенью когда я разбирал я матку убрал в другое место вот эта матка она по какой-то причине вот сейчас у ней очень мало пчел остается у ней мало пчел и поэтому ее эту матку надо отдельно убрать ее надо убрать потому что есть какая-то проблема с болезнями есть проблема с болезнями и поэтому это сейчас я сначала расскажу а потом буду делать вот например эту матку надо убирать в детский сад конечно я бы мог для того чтобы вам еще легче было понимать что я могу это поставить на второй этаж но я это вам показывал в том году поэтому в этом году повторяться я не вижу интереса а здесь все таки есть вот матки которые не успевают набирать пчел здесь значит они тоже не успевают набирать и там в том ряду в одном уле подсиженном а подсиженной матки и они у них пчелы сокращаются поэтому чтобы матками не рисковать и я вам в том году показывал науку но в этом вот видите они открытые сидят это большая семья а вот это вот малыши их тоже мало и вот эти вот матки вот эту и ту я сейчас заберу но на улице холодно я весь процесс как я их ловлю я не думаю что я это буду вам все показывать вам достаточно показать как я одну матку одну матку заберу и посажу в садок поэтому потом в детский сад отвезу и покажу вот самое важное то что делать в детском саду матку то вы возьмете в руки а вот что делать что же делать с ней там в детском саду вот эта наука вот эта наука она очень интересная она вы сами можете определить ту разницу которую буду рассказывать я это что рассказывает вам ваши блогеры чем 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 вот эта матка хороша тем что она очень крупная но вот судя по тому как закормились и как кстати я их щавелькой брызгал чтобы вот сразу не вступали те которые будут сейчас говорить что их ворота съел 150 болезней так что господа какая там болезнь кто его знает судя по пчелам еще пчела есть я могу я сейчас ее сделаю но я должен буду одеть робу иначе достаточно я вижу что там они все на дне они оказывается стали подыматься и я не думаю что мне это будет легко так что пойдемте я возьму другую матку так как у меня нету сейчас защиты на улице довольно таки холодно сильный ветер дует и поэтому своим носом рисковать неохота так сразу откроем вот эта паста про которую я говорил своя собственная матку садок но вот у меня всегда страх есть наших маток нельзя трогать руками вот именно поэтому у меня страх есть что после того как они попадают в руки есть большие проблемы поэтому я сейчас матку уберу и сразу вот сюда поближе под вот ваши пленки которые вы меня научили теперь я работаю уже и с пленками тоже но вентиляция не забывайте вентиляцию иначе вам удачи не видать я сейчас матку отсюда вы заберу а пчел вот сюда подсоединю и пойдет процесс объединения почему я подсоединяю к этой семье это большая семья но я тоже замечаю что у ней пчел становится меньше поэтому что проблема здесь и проблема здесь они одинаковые поэтому подсоединять они сами объединяться и я не думаю что это для них сыграет какую-то плохую шутку но мои мои рекомендации никогда не объединяйте вот этих вот пчел там где вы матку заберете одно дело когда матка не успела набрать пчел вот она не успела набрать пчел но при этом я вижу что пчел и сокращаются я могу ошибаться не ошибаться рисковать не буду поэтому лучше я эту семью подсоединю к такой же сильной семье который тоже имеет свою маленькую проблему потому что легче мне потом легче будет в дальнейшем работать так что обращайте на это внимание если посмотреть то она не сыпется пчела не сыпется но маток нету вот то есть этих они значит улетают умирать так я смотрю на матку и вот еще почему я с этой маткой решил завязать они плохо беру они вообще не брали сироп именно по этой причине я вам говорил что к этой матке нужны другие пчелы вот я сейчас это делаю блин сильно ветер дует боюсь что матка простынет и сдохнет но как видите она еще раз плод делает вот это меня и про эту кухню я буду еще говорить поэтому не расслабляйтесь и не думайте что я делаю какие-то ошибки вот она матка красавица так я боюсь руками придется руками так есть теперь начнем собирать пчел вот молодых пчел берите которые светлые трудни вот они родные вот она проблема выходит наружу мне надо было с этой маткой разобраться до весны она так сколько здесь ну не знаю штук семь восемь наверно штук семь восемь все с этой маткой и теперь теперь эту родную чтобы она не замерзла надо подальше поглубже где самое теплое место где у нас самое теплое место вот именно туда и засунем чтобы довести до нужного места а сюда посмотреть ну вот на фига настолько насеяла вот смотрите сколько насеяно это во первых и во вторых смотрите один один нормальный и еще плюс трудни один нормальный плюс трудни так что эта матка под вопросом хорошая она плохая весна покажет в этом году очень сильно сыграла вот именно вот эти матки как говоря говорили пчеловоды именно эти матки этого года матки этого года матки они сначала две недели трутовили а потом начинали хорошо вот они вот интересно вот она же семья то была нормальная а вот час осенью уже большая часть трутовит вот 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 еще один интересный момент я должен буду наблюдать вот такой случай выпал я с вами разговариваю и сразу в лед есть у меня тема что вот что вот она же набирала ведь была довольно таки не слабая вот раз два три четыре пять шесть шесть рамок было полной пчелы сейчас уже ну максимум полторы рамки полной пчелы и вот на лицо выходит совершенно другая картина что на лицо выходит совершенно другая картина так теперь мне сразу надо разобраться с этой семьей вот именно вот еще один нюанс вот тянуть ее до весны вот в том состоянии как я показывал в том году значит сюда надо много пчел потратить а оставить ее в детском саду намного легче и до весны она дотянет не требуя дополнительных пчел вот это очень важно тоже иметь ввиду уважаемые пчеловоды поэтому смотрите запоминайте кухня она это очень интересная а а а Играет музыка. Так, рамки с засевом я поставлю сюда. А теперь просто медовый. Довольно-таки холодно, но вот они... Они все равно в состоянии нестояния. Так, ладно, все, хватит. Все. Так, вот это место надо прикрыть, где расплод, чтобы не подмерзал. Так, просто не уберем пока суда. Так что, господа пчеловоды, наука это... Наука это... Лично моя она... Лично моя эта наука со всеми этими вытекающими нюансами. Вы должны... Вы просто обязаны слушать внимательно. Шутка. Не напрягайтесь. Можете вообще не слушать. Так, есть. Итак, убирая матку... Убирая матку в детский сад, у меня никакого риска нету для матки. И я не нагружаю пчел. Я не буду... Значит, я не буду брать лишних пчел от фаворитов. Сильные фавориты. Кстати, мне один пчеловод говорил, что зря ты вот сюда лазишь. Помните, семья очень сильно сокращалась. Было очень много расплоду, но она сильно сокращалась. И я сказал, что я 4 рамки с расплодом поставил. В то время, когда я это делал, это было еще сентябрь, нельзя было вместе с пчелой. Я просто ставил расплод. 4-5 рамок с расплодом. И посмотрите, какую кухню, какую роль она сыграла. Вот это вот лечение маточным молочком. Вот, смотрите. Семья на сегодняшний день выглядит совершенно не слабая. Вот так играет роль маточное молочко. И я вам рассказывал, почему я матку убираю в детский сад, именно в те фавориты. Ну, это я сейчас туда приеду. Детский сад у меня не на этом тачке, он на другом тачке. Это очень сильная семья была. Я ее порвал на две части. Я приеду туда, объясню, для чего я это делал, почему я это делал, и какую роль это играет в следующем. Это до следующего года. Так что вот этот садок я сейчас посажу ту матку, в этот садок я посажу следующую матку, и поеду вам показывать, как я эти две матки опущу в детский сад. Но это не последнее, это не есть завершение этого мастера класса. И еще в этот детский сад я буду приземлять все, вот все случаи, которые я вам рассказал, вот с этими садками. Вот с этими садками я вам рассказывал, аж четыре ролика сделал. И вот эта кухня теперь поехала в дело. Вам должно быть интересно, потому что это будет до весны, а весной я буду их... Кстати, вот шпателя, которыми я раньше работал, чтобы вам не показалось, что я бла-бла-бла. Так, весной я буду их разделять. Это очень интересно. Как разделять? Это тоже не халам-балам, потому что вы все очень сильно заблуждаетесь, когда весной работаете с пчелой. Это во-первых. Во-вторых, сейчас вот очень многие блогеры, сотники, они эту кухню показывают, начинают показывать, но на каком-то этапе они... У них что-то перекос, и они не делают, не показывают продолжение. Поэтому я-то знаю их перекосы, я знаю, где они столкнулись с задницей. Поэтому смотрите и запоминайте внимательно. Моя наука, странное пчеловодство, оно в разы будет... Оно не совпадет со всеми теми научными данными, которые есть у сотников, у которых ученые. Оно не совпадет. Поэтому я могу что-то забывать. Но в процессе до весны, я думаю, я это все буду с каждым роликом, все я это буду напоминать, все я это буду делать. Так что продолжение следует, и поэтому не переключайтесь. Начинается хорошая наука, вернее, не начинается, продолжается. В том году я вам показывал, как я именно вот эти... Вот на этих улях, вот именно на этих улях были показательные выступления, когда я матку с яйцом в жопе держал на вторых этажах. И вообще, те семьи, которые ушли на вторые этажи, на вторые этажи, они перезимовали... Я не могу сказать, что шикарно. Конечно, лучше всего перезимовали странное объединение, когда к большой семье подсоединяешь маленькую. Это 100%, 99% зимовали. Со вторыми этажами там есть одна заморочка, есть такие нюансы, с которыми... Если вы не будете считаться, то у вас вы тоже столкнетесь с жопой. Поэтому арифметика простая. Или грабли постоянно по жопе, или же слушайте внимательно, и вам будет интересно. А сейчас я значит, возьму матку вот из этого... Вот от этой семьи возьму матку и поеду на другой этажок, и там продолжим вам интересную науку. Так что пока-пока. Привет еще раз. Сегодня 20 октября, и я приехал на другой этажок, чтобы вам продолжить, показать, как я буду сейчас в детский сад ложить маток, и что с ними будет происходить в течение зимы, и до самых тех времен, когда надо будет разъединять этих маток. Значит, я выбрал вот эту семью. Вот, вы хорошо помните по летнему... по летним роликам про эту семью. Я вам много рассказывал. Эта семья и вон так ранее. Это те самые сильные фавориты, про которые я говорил иммунитет. И сейчас я вам задам вопрос. На этот вопрос вы отвечаете сами себе. За тот промежуток времени, пока я буду объяснять всю эту кухню, вы себе ваш... Это к сотникам, вопрос к сотникам и к тем пчеловодам, которые имеют уже достаточно большой, достаточно большой опыт. И вот в этом вопросе реально есть наука Кашковского. Это вот неотъемлемая часть. поэтому вопрос звучит так. Зачем? Вот эта семья на сегодняшний день была самая сильная. Она была полной на двух этажах. Пять рамок, четыре рамки расплода и одну рамку с медом, с маткой я продал. Это было на той неделе. Я это сделал специально. С каким условием, почему я это сделал и почему теперь там должен быть детский сад? Вот такой несложный вопрос. Это вот кстати, вот все есть сотники очень умные. Они так много рассказывают, так много перечисляют там и Кашковского, и Миленина, что только они не знают. Вот, конечно, этот был вопрос им задать. Но я знаю, что этот вопрос до них никогда не долетит. Но большая вероятность того, что они досмотрят меня и обязательно вот этот вопрос звучит для них. Зачем сегодня я освободил эту семью от матки? Почему я это сделал? Так что в данный момент эта семья она начала тянуть маточники. Сейчас я эти маточники вырезал, не сейчас, а вчера эти маточники вырезал, съел и все. Но я что вот сейчас слушайте, вот эта кухня, которая для вас это как кровь из носа. Если вы ее не делаете, а те ученые и те пчеловоды, которые вот с этим сталкиваются, когда они начинают маток подсоединять, то вот эту кухню они не знают и не делают. Именно поэтому у них постоянные грабли и именно поэтому они никогда не говорят на 99% они всегда авось, на авось работают. Поэтому хотите верьте, хотите нет, вот все тонкости, которые я сейчас начну говорить по этой кухне, вы должны соблюдать. Во-первых, вы должны ту семью, в которую хотите делать детский сад, вы обязательно должны убрать матку. Она никогда сюда не вернется. Это обязалово. Вступление, которое я делал в прошлый раз, я этого не сказал, потому что у меня это все из башки вылетало. Четыре ролика я вам показал, четыре ролика я вам показал по всем тем вариантам, которые у меня существуют, но четыре это еще далеко не все. Но даже четыре перемолоть для вас это будет сложно. Поэтому сейчас что важно, когда но про эту кухню я вам рассказывал. Первый этаж лежит пленка, первый этаж лежит пленка, вентиляция с этой стороны, потому что ветра дует отсюда. Вот тут заставная, отсюда. Пленка лежит до заставной. Вот это пространство, вот это отсюда воздух всегда уходит сюда. Здесь он гуляет. Но вот здесь стоят три рамки. Три рамки с медом. И поэтому лишняя пчела, которая сейчас здесь как бы будет или не будет, но довольно-таки пчелы осталось немало, поэтому три рамки с пчелой здесь будут. Но фишка не в этом. Вот здесь, где пленка, я вам говорил, ложите рейки, а потом пласт. У меня теперь наука идет с пластом, я вам всегда теперь буду. Все рейки, которые у меня есть, я их отдельно убрал, но есть уля, которые продолжаются, та же самая странная наука с этими рейками, но параллельно я вот сейчас с пластом. Для того, чтобы через два-три года определиться с пластом, действительно, работать чуть-чуть легче, но подмечу вот этот нюанс, что сильно влажно в уле, но не настолько сильно, влага, конечно, вентиляция справляется с этой влагой, но я не знаю, как это сейчас сыграет в эту зиму, вот эта повышенная влажность внутри, потому что поэтому вот тряпки, они сейчас уже от тряпок между пластом и пенопластом, пластом и пенопластом, я еще все-таки буду ложить одну тряпку, я это потом объясню, но вот сейчас, когда положите пласт, между рамками и этим пластом будет 15 миллиметров, 15-20 миллиметров, вот оно, то самое родное, тот самый детский сад, в котором вы начнете складывать свои вот эти сеточки, как они называются-то, ну вот куда вы маток ложите, я уже забываю слова эти, у нас это называется бюро, у вас я не знаю как называть, я не могу вспомнить, сеточки, наверное, поэтому вот этот нюанс, вот этот нюанс, то, что остается промежуток, но вот там, где три рамки, три рамки, я вам в прошлый раз рассказывал, весной начнет вот это вот голод, когда беспокойство, это все, это я уже рассказывал, но вот здесь я могу под ними, под ними, под них закладывать вот эту вот круглую, которую я вам лепешку показывал, это я все буду показывать, дойдет до этого, я это буду показывать, сейчас я покажу, как надо ложить вот эти садки, и что важно, во-первых, вот ту рамку, которая вот тут ближе, почему здесь, потому что в данный момент вся пчела, она вот в этом месте, она скапливалась сюда, но по мере весны, я думаю, что она вот сюда будет доходить, и вот здесь начнет бродить, поэтому вот я думаю, что вот сюда эти рамки, вот эти сеточки лучше подставить сюда, на сегодняшний день у меня сейчас всего две матки, поэтому, но по тому, как будут матки еще приходить, я в этом году, скорее всего, не буду делать вторые этажи, для того, чтобы вам показать, как собираются матки в зиму, они в течение, они могут прийти и в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте, эти матки будут приходить, я буду все сюда складывать, какое первое условие, вот в этом бюро, которое я вам сейчас показывал, там нету проходных, в этом бюро, там нету проходных дырок, пчела не может проскакивать, у меня есть бюро, в котором она проскакивает, но это совершенно другие истории, совершенно другая наука, сейчас все бюро, и все вот эти пластмассовые пластмассовые бюро, они будут по 3 миллиметра дырки, чтобы пчела не проходящая была, потому что, я еще раз напоминаю, наши пчелы, они у меня, вот даже из этих двух маток, которые я сейчас сюда положу, я вижу, что одна матка уже небольшая, но она еще сеяла, но сейчас, когда она уже не будет сеять, так как она будет в клетке, к марту месяца она будет такая же, как пчела, и я больше чем уверен, она выйдет, вот когда она выйдет, то всех моих маток, которые здесь будут, их убьют пчелы, а она останется, а я не знаю, будет это хорошая матка, или будет это плохая матка, факт, что выйдет та, которая неизвестна по своим критериям, а семья сама по себе, она с высоким иммунитетом, она очень хорошо отработала лето, маточка весеннее, это вот тот момент, когда все пчеловоды, некоторые пчеловоды надо мной хихикали, зачем издеваться над пчелами в апреле, вот он результат, апрельская матка, хорошо с медом отработали, иммунитет, все, но вот эти, вот этих вот пчел, я никаким от воротоза ничего не брызгал, здесь все фавориты, которые мощные семьи, они без от воротоза я ничем не обрабатывал, за исключением только тех подозрительных, которые вон, первый, второй, третий улей, это те матки, которые и вон там, те боковые, это все то, что продавалось, и матки молодые, они не успевали набрать пчелу, и у них не так много пчел, поэтому здесь еще на этой, на этом тачке предстоит много работы с матками, поэтому не переключайтесь и смотрите внимательно, особенно слушайте, потому что грабли, они хороши тем, что звенят полбы очень хорошо, поэтому когда услышите звон, значит что-то вы не дослушали от странного пчеловода, и напоминаю вам, что все, что я показываю, у вас этой науки нету, и никто вам об этом ничего не рассказывает, и так, так как очень холодно, у меня руки тоже мерзнут, я вот вижу, что пчела здесь, так, второй этаж битком, чем удобно пласт сейчас, в данный момент, вот я, видите, вам-то рассказал, что надо планки, а сам-то не подставил, я-то умный, а забываю, самое важное это забываю, потому что холодно, руки мерзнуты, голова мерзнет, и мозги тоже с холодом, так что, вот сюда, вот, вот сюда, вот, прямо в середину, я сейчас воткну, там вон и пространство побольше, еще ножом надо чуть-чуть раздвинуть, поэтому не знаю, пчелы дадут мне работать, не дадут, если что, я вот на всякий, ой, блин, блин, ветер, все сдувать, так что, так, есть, теперь, расширяем, 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 как можно шире, о, все, теперь, теперь, ставлю планку, опаньки, готово, и вот сюда, что-то широко, что ли, все, вот она, кухня, блин, теперь же, надо как-то, и эти садки, блин, ветер, какой, ужас, мамочки родные, сейчас я вытащу с этого самого теплого места, с самого теплого места, ветрища, ветрища, так, первое, поехала, видите, да, ох, блять, сука, да ладно, успокойтесь, хорош кустаться, так, первая легла, кушаются, так, где вторая, хорош кушаться, вот она, вторая, так, вторая, как-то подобраться, что ты пристала, сука, опа, опа, вот она, все, детский сад, сработал, так, теперь надо чуть-чуть утеплить, а то, как-то, все-таки, две матки, в одной, в одно, оба, о, класс, оба, оба, итак, господа, пчеловоды, вон она, щель, вон, вентиляция, если вы будете ее игнорировать, то лоб будет чесаться, звон во лбу будет хороший, вот благодаря этой вентиляции, вот эти матки, ничего не пострадают, хотите верьте, хотите нет, так что, кухня обыкновенная, простая, странная, но зато она есть, холодрыга, молодрыга, ой, че ты, куда ты, сука, куда ты, куда ты лезешь, так, итак, господа, пчеловоды, я, наверное, вам уже голову заморочил, но вопрос-то был не слабый, почему я убрал отсюда матку, это обязательно надо сделать, я это понял, я это понял, когда слушал лекции Кашковского, по поводу общественного желудка, до этого, когда я эту кухню не делал, я матку также в бюро оставлял здесь, и 50% маток у меня исчезало, я не понимал, в чем эта кухня, но когда слушал лекции Кашковского, о общественном желудке, это еще у Перепалова, общественный желудок, и я поймал себя на мысли, ведь они точно знают свою мать, то, что ты ее закрыл в бюро, вот этот жир, который на матери, он продолжает существовать, благодаря тому, что они с нее, этот жир слизывают, за одну секунду, они все знают положение семьи, болеет, не болеет, живет, не живет, и поэтому последующие матки, которые туда заходят, вот если их засовывать, когда реально вот сейчас, если было бы минус 5, конечно, ничего бы не было, и до марта месяца, при первых облетах, они маток начинают убивать, это вот если вы оставляете матку уле, если вы матку убираете из уля, общественный желудок оборвался, его нету, и теперь, так как они 4-5 дней, они строили маточник, они реально ждут матку, и поэтому, какой бы вы сейчас сюда матку не засунули, они всех будут облизывать, до тех пор, пока какая-то матка не выйдет наружу, вот такая незамысловатая мысль, меня она когда посетила, когда я Кашковского, стал на него молиться, благодаря ему, егошним лекциям, и вот так вот у меня, по всем, по всем моим химическим делам, которые у меня творятся в странном пчеловодстве, это благодаря лекциям Кашковского, он просто подтвердил, правильным путем идешь, Олег, двигай, ничего не бойся, и поэтому, сейчас у меня эта кухня, чуть-чуть измененная, я убираю матку на 100%, хотите продайте, хотите подсадите, куда хотите, делайте, что хотите, но здесь не должно быть родной матки, так что, вот такая кухня, ответили ли вы на этот вопрос, сами себе или нет, было бы неплохо, чтобы вы что-то написали, я понимаю, что вы все заняты, что вам всем посрать, на странное пчеловодство, но мне весело, весело то, что у меня-то есть наука, а грабли в России остаются, все те же самые, так что, не хочу никого обижать, будем встречаться периодически, и смотреть на этих маток, добавляться будут матки, убираться будут матки, потому что, у меня большое подозрение, что здесь, здесь проблема в том, что, вон видите деревья, это вот река, это вот река, вот так течет, и ветер именно дует оттуда, очень сильно ветер дует оттуда, вон видите, да, ветер дует оттуда, именно зимой, он будет сильно дуть сюда, благодаря этому ветерку, здесь, на 3 градуса холоднее, это во-первых, на этих тачках, это во-первых, во-вторых, здесь промерзает, вот эти дерева, вот это вот у меня 20-ка, фанера, она промерзает, и благодаря, то что я внутри ставлю, пенопласты, пенопласты, вот это спасает реально, потому что, каждые 10 миллиметров пенопласта, держит минус 10 и плюс 10, это наука Швеции, и еще один нюанс, шведы 5 лет говорили, 5 лет назад, они говорили, что через 5 лет, погоды, изменится в обратную сторону, 5 лет будет тепло, вот эти 5 лет прошли, было тепло, и теперь, все будет восстанавливаться, на круги своя, поэтому, у меня такое подозрение, я шведам верю, и честно говоря, у меня есть страх, потому что, минус 35 и 40 здесь, не очень так и хочется, так что, смотрите, странное пчеловодство, оно интересное, пока-пока, всем пока,